В Кировском районе Хабаровска в субботу вечером неизвестный поджег пустующий гараж, вследствие чего пожарным пришлось испортить и два соседних бокса. Как видно на записи, ворота горевшего были распахнуты с самого начала. Трехметровый язык пламени быстро укоротили, вылив в металлическую коробку полтонны воды. С ликвидацией открытого горения проблем не возникло. Сложности начались после того, как расчеты обратили внимание на гаражи, стоящие по бокам от выгоревшего. Стены запертых боксов раскалились от жара, внутри началось тление. Именно по этой причине в ход пошла отрезная пила. Предстояло снять с петель мощную входную дверь, усиленную наваренным стальным уголком. Под рев бензоинструмента местные жители строили версии. Судя по тому, что из выгоревшего бокса расчет вынес обугленный пружинный блок от матраса, можно предполагать, что брошенный гараж в качестве стоянки использовали маргиналы. Да тут вот рядышком тоже возле дома, тут гуляют часто. Может, это их и не квартира была. Старшее поколение, заставшее эти гаражи еще новенькими, грешило на тех, кто помладше. А дети балуются. Там пустые гаражи, дети в костерок разверли, загорелось. Тут никого нет. Вот в этих гаражах там давно уже не машины, уже крыши попадали, все. А они сколько лет тут вообще стоят? Да уже я тут живу, 74-го года. А эти гаражи стоят вот, особенно вот этот вот, вон там, лет 40 стоят. Как это и бывает по закону подлости, едва пожарные срезали дверь, как на месте событий появился хозяин бокса с ключами. Расстроенный горожанин жалел, что не заинтересовался происходящим около дома раньше. Теперь нужно звать сварщика. Завтра все разграбят. Машин не было ни в одном, ни в другом боксе. Оба использовались как кладовые. Погорелец тоже считает, что это была детская шалость. Прошлым летом мальчишки уже нечаянно поджигали его многострадальный гараж, после того, как развели костер у боковой стенки. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.